Приветствую вас! Надо сказать, что само по себе понятие безусловной любви, оно достаточно широкое. То есть, да, считается, что материнская любовь безусловна. Но, возможно, это лишь только в том случае, если мать способна любить. Ведь мать это такой же человек. И, как и любой человек, мать может любить, а может и не любить в силу ряда причин. В первую очередь, на любовь способны те люди, которые любят себя. Если мать по той или иной причине не любит, например, себя, если по той или иной причине у нее есть какие-то сложности, то, скорее всего, она не будет любить безусловно и своего ребенка. Ну, просто не сможет. То есть, нужно понимать, что безусловная любовь это возможность. Это возможность, а не обязанность. Понимаете? И нужно понимать, что иногда бывает так, что человек вроде бы и хочет даже любить. Именно хочет любить. Я сейчас не шучу. Любить хочет, но не может. Такое вот бывает. Поэтому, тут вот есть такие столькости, которые нужно обязательно учитывать. Во-вторых, это первый момент. Второй момент. Что подразумевать под безусловной любовью? По сути. То есть, что именно вы подразумеваете под безусловной любовью? Безусловная любовь с, например, безграничным кредитом доверия? Или безусловная любовь с безусловным принятием? Или как? Угадывая свое понимание и свое представление о безусловной любви. Самое главное, каждый человек любит по-своему, поэтому и условия у него тоже свои. Кто-то любит безусловно, но только лишь, например, значит, ну, в каких-то определенных моментах. Да? То есть, кто-то любит, вроде бы любит безусловно, но до определенного момента. Можно ли человека за это винить? То есть, можно ли считать, что человек любит условно, а значит, и не любит? Может быть, да, может быть, нет. Тут каждый решает сам. Поэтому, если, например, мама любит ребенка до определенных границ, до определенного предела, да, то есть, есть то, что она в нем, например, не принимает, есть то, что она в нем не может принять, то, да, ее любовь считается не безусловной. Но, это упирается, скорее, в ее уже представление, ее представление о жизни, о мире, о ценностях и так далее. И вряд ли мы можем это поменять, как вряд ли мы можем изменить и самого родителя. Поэтому, то, что мы можем сделать, это принять родителя таким, как он есть и, например, ценить его, например, любить его, например, уважать его и стараться получать от него все, что он может нам дать. Да. Вот. Еще раз повторю, счастливый человек, то есть, счастливый, гармоничный, ну, может быть, уверенный в себе человек, с большей вероятностью способен на, безусловно, любовь, чем человек, у которого есть определенные проблемы. Вот. Поэтому я, вот, особо внимания этому уделяю, потому что, потому что очень часто бывают такие случаи, когда люди, ну, например, например, дети, предъявляют претензии, допустим, своим родителям за то, что они, ну, недостаточно сильно их любили, да, к примеру. Так как раз, что вы не любили, потому что, там, не принимали меня, безусловно, и так далее. Вот. Каждый любит так, как может. У каждого есть свой ресурс. И важно этот ресурс увидеть. Важно понимать, что этот ресурс у каждого свой. И, ну, вероятно, не требовать от человека, да, больше того, что он может дать. Не требовать от человека того, что он не может. Потому что от этого никто, никто не выигрывает. Ни вы, ни вы, ни ваш родитель, если речь идет исключительно про вас. Вот и все. Поэтому не стоит, наверное, материнскую любовь, как и любую другую любовь, как-то, может быть, идеализировать, как-то, может быть, ну, ставить особняком, да, от других видов любви. Понимаете? Потому что очень много факторов влияют на развитие и на проявление этого чувства. В целом, если родитель счастлив, если у родителя все хорошо, то можно сказать, что да, в таком случае материнская любовь действительно безусловна. Потому что если это любовь счастливого и гармоничного человека, то я могу с уверенностью в 99,9% сказать, что она безусловна, безусловна. Ну, а когда у человека есть трудности и когда у человека есть проблемы, то какая уж тут может быть безусловная любовь. Поэтому вот так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Есть много нюансов, есть много факторов, есть много аспектов, которые необходимо выяснить и уточнить, прежде чем говорить о безусловности или наоборот условности любви. Ну, материнской любви. Вот. Поэтому я даю себе отсчет, что речь, скорее всего, идет о ваших взаимоотношениях с мамой, наверное. Вот. Хотя гадать я, безусловно, не хотел бы, да. Вот. Но, поскольку, поскольку выбора вы особо не оставляете, да, в этом смысле, то приходится делать так. Вот. Если у вас есть обиды какие-то на свою маму, то очень рекомендую вам поработать именно с обидами. Потому что обиды, они, как правило, отправляют жизнь именно того, кто обижается. Они не тому, на кого обижаются, потому что тот, на кого обижается, он может быть, в общем, достаточно в себе уверенным. Да, особенно ваша мама, у которой есть своя какая-то позиция жизненная, свои какие-то устои, свои какие-то арестиры. И вероятность того, что она их сменит, ну, близко к нулю. Надеюсь на это, ну, в высшей степени самонадеянно и наивно. То есть, опять же, да, вы ничего хорошего не приобретете. Поэтому подумайте, подумайте об этом, подумайте о том, в контексте чего вы задаете свой вопрос. И если есть какие-то именно ваши сложности, да, то вам можно будет в этом помочь и решить ваши проблемы. И освободившись от этого, вы, кто знает, может быть, сможете жить лучше, жить спокойнее, в, может быть, даже большей гармонии, чем вы живете сейчас. Ну, конечно, это зависит от вас, в том числе. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ помог вам, надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Ага, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!